Вероника Пашко уже 10-й год працует социальным работником. Эта профессия и ее призвание, как признается сама женщина. И она любит да помогать людям, и ее подопечные отказывают ее взаимностью. Конечно, ни дня не пожалела. Вот нравится мне эта работа. Нравится добро дарить моим подопечным. Мне получается на участке 13 человек. 12 Краснослобода участок и одна бабуля в Колосе, одинокая. У меня два человека одинокие, остальные одиноко проживающие. Есть инвалид один, вот сейчас группу дали бабули, первая группа. Вторая группа есть инвалиды. Третья группа. Тые, кому потребна допомога, проживаюсь по всему поселку. До некоторых Вероника приходит два раза на тыдень, до некоторых три. Покупка продуктов, допомога по хате, допомога у заготовцы огороднины на зиму тедро. Вот Инна Вячеславовна ведая Веронику годов 18, а последние 4 годы тая приходит до яя. Как социальный работник. Она добросовестный работник. Она у нас не только продукты приносит. Она у нас из-за электрика и крону поменять может, и давление померить, и скорую вызвать. Но вообще протезий я никаких не имею. Побольше бы таких было людей. Хоть человек один открыл хату, а то все занятые. А так нормально, я довольна ей. Сама Инна Вячеславовна с хаты мало выходит. Особливо тяжко женщине зимой. Она инвалид третьей группы. И тому такая помощница ей необходима. На этой же улице проживает семейная пара, яких так само навещает Вероника Пашко. Они переехали с полночи России, коли пошли на пенсию. Треба отзнать, что в Беларуси россияне переезжают часто. Так здарался с семьей еще одной подопечной. Дмитриевна, как зовет ее Вероника. Муж бабули помер несколько годов тому, а дети живут далеко. Не надо это покушать. Я вот пишу список, она мне приносит, что я заказываю. Надо будет это, когда вот сейчас, видите, как. Она мне сейчас вызовет врача. Если бывает так, что она даже повезет меня в больницу. Потому что сама уже я ходить, сейчас уже совсем почти не хожу. Свою Вероничку каждый из пожилых ждет с нетерпением. Потому что не только допомога по хате потребна, а ли еще, как было с кем и поговорить.